Крытное поражение на выезде быцем подгоняло Рысио, але и трохи туманило голову. За лишняя жвавость, неоднозначные рашения арбитров и вось вам непотребные выдаления. Шахтеру в этом плане так само подарил пару моментов, але Рысио парт одмолялись реализовывать перевагу. Подножка Павла Масиянки под конец первой трети болюча отгукнулась у другим переде, які Рыси починали у меньшості. Артему Дзямкову спотребилася 21 секунда, каб открытили кумачи. А потом Гомель литерально перестал выбираться с выдалению. Четыре хвилины штрафу от Рома Андрея Башко. И не поспел выезти на лед, як Миколай Сусла подару коллегам больше за хвилину у складе 3 на 5. И Гомельчане стойко и мужно перенесли страты, але тольки-тольки скончилось агета покарання, як гости забили знов. Соперник был ранен, соперник хотел реабилитироваться. Поэтому два периода практически ничего не позволило сделать нам впереди. За два периода мы нанесли в створ ворот 7 или 8 бросков всего. И я так думаю, что вратарь, видимо, был к ним не готов, потому что залетели два броска, когда он холодный. Они имеют место быть, да, голы? У третьего периода руки себе Кончаткова взял шахтер. Выверенная схема соперника не дозволила господарам леду створить больше-меньш серьезные моменты. 0-2. Ну, также я хочу поблагодарить своих хоккеистов, то, что могли, команда билась. И до последнего мы даже сегодня вышли. Мы верили в победу, хотели выиграть, но, к сожалению, не получилось. Да, преимущество было, как Ильинич сказал, в атаке, но такого последнего броска, к сожалению, в завершающей стадии не было. 4-2 на коры шахтера. Такие выниковыли купов финальной серии. У ее рыси змогались, как могли. На вышине была и потребка трибун. На стадии плей-офф свободных места у ледовым не было. Шахтер уже рыхтуется доголовной битвой финальной серии супрасеминской юности. А Гомель поколе анализует и подводит выники. Бронза, как и годом ранее. Не горш, але уже який сезон и не лепш. Вольга Вальченко, Дмитрий Радянко, Телерадо и компания Гомель.